Книга юбилеев. Вот слова деления дней по закону и свидетельству, по событиям годов, по их седьминам, по их юбилеям, на все годы мира, согласно с тем, что говорил он с Моисеем на горе Синай. Глава первая. Глава первая. Глава первая. Он изъяснил ему деление дней закона и свидетельства и сказал. Глава первая. 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 Я воссоздам мое святилище между ними, и буду обитать с ними, и буду их Богом, и они будут моим народом воистину и в правду. И я не оставлю их, не отрекусь от них, ибо я Господь Бог их. И Моисей пал на лице свое и молился, и говорил, Господи, Боже мой, не оставляй Твоего народа и Твоего наследия, чтобы не ходить им в заблуждение своего сердца, и не предавай их в руки врагов и язычников, чтобы они оденчествовали над ними. Не допусти их до сего, чтобы им не потерять Тебя. Простри, Господи, свое милосердие над народом Своим, и дух правый соделай в них, и не допусти духа Велиара владычествовать над ними, чтобы он клеветал на них пред Тобою и совращал их со всех путей правды, дабы они погибли пред лицом Твоим. Ибо они Твой народ и наследие, которые Ты великою силою освободил из рук египтян, соделай в них чистое сердце и святой дух, и не допусти их, чтобы они были доведены до падения через свои грехи отныне и до века. И Бог сказал Моисею, я знаю их противление и их помышления, и их жестоковынность, они не покорятся, они не познают своих грехов и грехов отцов их. И после всего они обратятся ко мне во всей праведности и от всего сердца и от всей души, и я обрежу крайнюю плоть их сердца и крайнюю плоть сердца их семени, и соделаю в них дух святой, и очищу их, чтобы они более не отвращались от меня с того дня и до века. И их душа прилепится ко мне и ко всем моим заповедям, и они будут исполнять мои повеления, и я буду их отцом, и они будут моим сыном, и все будут именоваться сынами Божьими и все сынами Духа. И тогда откроется, что они сыны мои, и я отец их в праведность и правду, и что я люблю их. Ты же запиши себе все эти слова, которые я возвещаю тебе на этой горе, первые и последние и грядущие, согласно со всем делением времени, под законом и свидетельством и по седьминам юбилейных годов до века, пока я не сойду и не буду жить с ними от века до века. И он сказал ангелу лица, запиши для Моисея события с первого творения до того времени, когда мое святилище будет устроено между ними навсегда и навечно. И Бог откроется для очей каждого, и всякий познает, что я Бог Израиля и Отец всех детей Якова и Царь на горе Сионе от века до века. И Сион Иерусалим будет святым. И ангел лица, который шел пред станом израильтян, взял скрижали деление лет от творения к седьмин юбилеев закона и свидетельства каждый год по его числу и юбилеи по годам со дня нового творения, когда были сотворены небо и земля и все их произведения, равно как и небесные силы и все творения земли до того времени, когда будет создано святилище Господа в Иерусалиме на горе Сионе, и все светила будут обновлены к освящению и к миру и к благословению для всех избранных Израиля, чтобы сие пребывало так от того дня продолжение всех дней земли. Глава 2. Глава 3. Глава 3. Глава 3. И это единственное произведение, которое он сотворил во второй день. И в третий день сотворил он, как сказал водам, достанут они в поверхности всей земли в одно место и доявится суша. И он сделал таким образом с водами, как сказал им, и они стекли с поверхности земли в одно место вне тверди и явилась суша. И в тот день он создал для нее воды, бездны морей по их отдельным вместилищам, и все реки, и вместилища вод в горах, и во всей земле, и все озера, и всякую росу земную, и семя, которое сеется по роду своему, и все, что употребляется в пищу, и плодовые и лесные деревья, и сад Эдем для веселья. Все эти четыре великие творения он сотворил в третий день. И в четвертый день он сотворил солнце и луну и звезды, и поставил их на тверди небесной, чтобы они светили на всю землю, и повелел им управлять днем и ночью, и разделять между светом и между тьмою. И Бог сделал солнце великим знамением на земле для дней и суббот, и годов, и юбилеев, и для всех времен года, и повелел ему разделять между светом и между тьмою, и предназначил его для роста, чтобы росло все, что прозябает и произрастает на земле. Эти три рода творения он создал в четвертый день. И в пятый день он создал больших морских животных в глубинах вод, ибо они были созданы его рукою прежде всего. Всякую плоть и все, что движется в водах, рыб, и все, что летает, птиц и весь их род. И солнце взошло над ними для развития, и над всем, что существует на земле, и над всем, что прозябает из земли, и над всеми плодовыми деревьями, и над всякую плотью. Все эти три рода он сотворил именно в пятый день. И в шестой день он создал всех зверей земных, и всякий скот, и все, что движется на земле. И после всего этого он сотворил человека, одного мужа и жену сотворил их. И поставил его владыкою над всем, что на земле, и что в морях, и над тем, что летает, и над зверями, и над скотом, и над всем, что движется на земле, и над всей землею. Над всем этим он сделал его господином, и эти четыре рода творений он сотворил в шестой день. И было всего сотворено в шесть дней двадцать два рода, и он закончил все свои произведения в шестой день. Все, что на небе, и на земле, и в морях, в долинах, во свете, и во тьме, и всюду. И он дал нам, ангелам, великое знамение день субботний, чтобы мы в продолжении шести дней делали дела, и в седьмой день соблюдали субботу от всех дел, все ангелы лица, и все ангелы прославления. Нам, этим двум великим родам, сказал он, чтобы мы хранили с ним субботу на небе и на земле. И он сказал нам, вот я выделю себе народ из среды всех народов, чтобы и они, он, праздновали субботу, и я освящу его себе в свой народ, и благословлю его, как я освятил день субботний и посвятил их субботы себе. Так благословлю я его, и они будут моим народом, и я буду их Богом, и я избрал семя Якова между всеми из тех, которых я увидел, и написал его у себя перворожденным сыном, и освятил его для себя навсегда и навечно. И я возвещу им о субботнем дне, чтобы они хранили в него субботу от всех дел своих. Так положил он знамение в нем, дабы и они праздновали с нами субботу в седьмой день, чтобы есть и пить, и прославлять того, кто сотворил все, как и он благословил сие, и освятил себя для своего народа. Чтобы это было явлено пред всеми народами, и чтобы они, потомки Якова, одинаково с нами праздновали субботу. И он установил, чтобы его повеления возносились пред него, как благовоние, которое было бы приятно ему. Во все дни двадцати двух глав людей от Адама до Якова, и двадцать два рода произведений были сотворены до сего седьмого дня. Этот благословен и освящен, и тот Яков также благословен и освящен, и этот вместе с тем служит к освящению и благословению. И сему Якову, его потомкам, даровано было, чтобы они были всегда благословенными и святыми в свидетельстве и законе, как прежде седьмой день. Он освятил и благословил быть седьмым днем, то есть субботою. Он сотворил небо и землю и все, что создано в шесть дней. И Господь установил святой праздник для всех своих тварей. Посему он дал повеление относительно него всем своим творениям, что нарушители седьмого дня должны умереть. Если кто свернит его, тот да умрет смертью. И ты с своей стороны скажи сынам Израилем, чтобы они соблюдали этот день, святили его, и никакого дела не делали в него, и не оскверняли его, ибо он святее, нежели все другие дни. И всякий, кто оскверняет его, должен умереть смертью. И всякий, кто делает в него какое-либо дело, должен умереть смертью, навсегда и навечно, чтобы сыны Израиля соблюдали этот день в своих родах и не были истреблены на земле. Ибо это святой день, и благословенный день, и всякий человек, соблюдающий его и празднующий в него субботу от всякого своего дела, будет свят и благословен всегда, как мы, ангелы. И ты возвести и изъясни сынам Израилем закон этого дня, чтобы они праздновали в него субботу и не забывали бы его в заблуждении своего сердца, чтобы они не делали в него ничего из своих нужд, не приготовляли в него чего-либо из пищи и питья, ни воды не черпали, ни какой-либо ноши не вносили и не выносили в него через свои врата. «Если бы им не пришлось приготовить себе чего-нибудь в течение шести дней в своих домах, и они не должны ничего выносить и вносить в этот день из одного дома в другой, ибо он святее и благословение всех юбилейных дней юбилейного года. В него мы праздновали субботу, прежде чем кому-либо из смертных сделалось известным празднование в него на земле субботы». «И творец всех вещей благословил его, но он освятил не всех людей и не все народы праздновать в него субботу, а только Израиля. Ему только предназначил он есть и пить и праздновать в него субботу на земле. И благословил его творец всех вещей, создавший этот день благословению и к освящению и прославлению пред всеми другими днями. Этот закон и свидетельство данны сынам Израилевым, как вечный закон для всех родов». Глава 3 «И в шесть дней второй субботы, седмица, мы по повелению Господа привели к Адаму всех зверей, и всякий скот, и всех птиц, и все, что движется на земле, и все, что движется в воде по их родам и видам, именно зверей, первый день, скот во второй, птиц третий, все, что движется по земле, в четвертый, все, что движется в воде в пятый день. И Адам дал им всем имена, и как он назвал их, так и было им имя. И в продолжении этих пяти дней Адам видел все это, самца и самку в каждом роде, что есть на земле, между тем, как только он был одинок, и он не мог найти себе никого подобного, кто бы был ему помощником. И Господь сказал мне, нехорошо быть человеку одному, создадим ему помощника, подобного ему. И Господь Бог наш навел на него усыпление, чтобы он заснул, и он взял для жены одно из ребр его, как вещество для жены, и создал плоть вместо него. И он создал жену и пробудил Адама от сна. И когда Адам пробудился, поднялся в шестой день, и взял ее к себе, и узнал ее, и сказал ей, «Это кость от моей кости, и плоть от моей плоти. Она назовется моей женой, ибо от своего мужа она взята. Посему муж и жена да будут одно, и посему он оставит отца своего и матерь свою, и прилепится к жене своей, и будут они одной плотью». И в первую седмицу был создан Адам и его жена, и во вторую седмицу, он, Бог, поставил ее пред ним. И ради сего дана заповедь, семь дней для мальчика, а для девочки дважды семь дней пребывать женщине в ее нечистоте. И после того, как Адам пробыл сорок дней в стране, где он был сотворен, мы привели его в сад Эдем. Ради сего на небесных скрижалях, рожденных, предписано, если она родила дитя мужеского пола, то должна оставаться в своей нечистоте семь дней, соответственно, первой недели. И 33 дня должна оставаться в крови своего очищения, и не должна прикасаться ни к чему святому, ни вступать в святилище, пока она не окончит этих дней, та, которая родила мужеского пола. Родившая младенца женского пола должна две недели, соответственно, двум первым неделям пребывать в своей нечистоте, и 66 дней в крови очищения, и будет для нее всего 80 дней. И когда жена Ева окончила 80 дней, мы привели ее в сад Эдем, ибо он свят во всей земле, и каждое дерево, которое насажено в нем, свято. Ради сего для рождающей мальчика или девочку установлен закон этих дней, чтобы они не прикасались ни к чему святому, ни в святилище не входило, пока не окончатся эти дни для мальчика или девочки. Это закон и свидетельство, написанное для израильтян, чтобы они соблюдали это навсегда. И в начале первого юбилея Адам и жена его были в саду Эдем семь лет, возделывая и храня его. Ими дали ему занятия и научили его все видимое употреблять в делу, и он трудился. Он же был наг, и не зная сего и не стыдясь, и он охранял саду птиц и зверей и скота, и собирал плоды сада и ел, и сберегал остаток для себя и своей жены, и делал запас. По истечении семи лет, которые он там провел, ровно семи лет, во второй месяц, в семнадцатый день его пришел змей и приблизился к жене, и сказал змей жене, «Разве Бог запретил вам все плоды деревьев, которые в раю, чтобы вы не ели от них?» И она сказала ему, «От всех плодов деревьев, которые в раю, сказал нам Бог, можно нам есть, но от плода дерева, которые в средине рая, сказал нам Бог, мы не должны есть и прикасаться к нему, дабы нам не умереть». И змей сказал жене, «Вы не умрете смертью, напротив, Бог знает, что в день, в который вы вкусите от него, откроются очи ваши, и вы будете как боги, и будете знать доброе и злое». И вот жена увидела дерево, что оно было хорошо и приятно для глаз, и его плод хорош для пищи. Тотчас взяла его и ела, и она первая покрыла свою срамоту смуковничным листом, и она дала его плод Адаму, и он ел, и его глаза открылись, и он увидел, что был наг, и взял смуковничных листьев и сшил их, и сделал себе поясание, и покрыл свою срамоту, и Господь проклял змея и разгневался на него навсегда. И на жену также разгневался он, так как она послушалась голоса змея и ела, и он сказал ей, «Я умножу твои болезни и твое страдание, с болезнями ты будешь рождать детей, и у своего мужа будешь находить свою защиту, и он будет твоим господином». И Адаму он сказал, «Так как ты послушался голоса жены своей и ел от того дерева, от которого я запретил тебе есть, то земля будет проклята из-за тебя, тернии и волчцы будут произрастать тебе, и свой хлеб ты будешь есть в поте лица твоего, пока не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо ты на земле и в землю возвратишься». И он сделал им кожаные одежды и одел их ими, и изгнал их из рая Эдем. И в тот день, когда Адам вышел из рая Эдем, он принес в приятное благоухание жертву благовонную, «Ладан» и «Халван» и «Стокти» и «Сенегал». Утром со сходом солнца в день, когда он покрыл свою срамоту. И в тот день заключились уста всех зверей, и скота, и птиц, и того, что ходит ногами, и того, что движется. Так что они не могли более говорить, ибо до сего все они говорили между собой одними устами и одним языком. И он изгнал из сада Эдем всякую плоть, которая была в саду Эдем. И рассеялась всякая плоть по своим породам и видам с места, которые для них были созданы, удобны. Только Адаму он повелел покрывать свою срамоту, ему одному между всеми зверями и скотом. Ради сего он на скрижалях повелел всем знающим правду закона покрывать свою срамоту и не обнажаться, как обнажаются язычники. И в новолуние четвертого месяца Адам и его жена вышли из рая Эдем и жили в земле Элдад, в той земле, где они были созданы. И Адам дал имя жене своей Ева, и у них не было ни одного сына до первого юбилейного года. И после всего он познал ее, он же обрабатывал свою землю, как бы научен в саду Эдем. Глава 4. И в третью седьмину во второй юбилей родила она Каина, и в четвертую родила Авеля, и в пятую родила дочь свою Аван. И в первую седьмину третьего юбилея Каин убил Авеля, ибо он, Бог, принял дар от руки его милостиво, а от руки Каина жертву плодов немилостиво. И он убил его на поле, и его кровь вопьет от земли к небу, восклицая, что он убит. И Бог наказал Каина за Авеля, которого он убил, и сделал его проклятым на земле за кровь его брата, и проклял его на земле, ради чего на небесных скрижалях написано так, да будет проклят, кто убивает своего ближнего по злобе. И все, видящие это, должны говорить, да будет так. И человек, который видит и не объявит сего, да будет проклят, как он. Ради сего мы являемся к Господу, Богу нашему возвещать все грехи, которые совершаются на небе и на земле, во свете и во тьме и всюду. И Адам и его жена скорбели об Авеле четыре седьмины, и в четвертый год пятой седьмины он утешился, и опять познал жену свою, и она родила ему сына, и он нарек ему имя Сиф, ибо он сказал, Господь восставил нам другое семя на земле вместо Авеля, ибо Каин убил его. В шестую седьмину он родил свою дочь Азуру, и Каин взял себе свою сестру Аван в жены, и она родила ему Еноха в конце четвертого юбилея. И в первый год первой седьмины пятого юбилея были построены дома на земле, и Каин построил город, и назвал его по имени сына своего Еноха. И Адам познал свою жену Деву, и она родила еще девять сыновей. И в пятую седьмину сего юбилея Сиф взял себе в жену свою сестру Азуру, и она родила ему в четвертый год Эноса. И он первый начал призывать имя Господне на земле. И в седьмой юбилей, в третью седьмину, Энос взял свою сестру Нуаму в жены, и она родила ему сына в третий год пятой седьмины, и он нарек имя ему Каинан. И в восьмой юбилей, в конце его Каинан взял свою сестру Муалелиту в жены, и она родила ему сына в девятый юбилей, в первую седьмину, в третий год той седьмины, и он нарек ему имя Малалель. И во вторую седьмину десятого юбилея Малалель взял себе в жену Дину, дочь Боракьела, дочь сестры его отца, себе в жены. И она родила ему сына в третью седьмину в шестой год, и он нарек ему имя Иорет. Ибо в его дни сошли на землю ангелы Господни, которые называли стражами, чтобы научить сынов человеческих совершать на земле правду и справедливость. И в одиннадцатый юбилей Иорет взял себе жену по имени Борака, дочь Разузаила, дочь сестры его отца, в четвертую седьмину сего юбилея. И она родила ему сына в пятую седьмину, в четвертый год юбилея, и он нарек ему имя Енох. Он был первым из сынов человеческих, рожденных на земле, который научился письму и знанию и мудрости. И он описал знамения неба по порядку их месяцев в книге, чтобы сыны человеческие могли знать время годов в порядке их отдельных месяцев. Он прежде всех записал свидетельство и дал сынам человеческим свидетельство о родах земли, и изъяснил им седьмины юбилеев, и возвестил им дни годов, и распределил в порядке месяцы, и изъяснил в субботние годы, как мы ему возвестили их. И что было, и что будет, он видел в своем сне, как произойдет это с сынами детей человеческих в их поколениях до дня суда. Все видел и узнал он, и записал его свидетельство, и положил сие, как свидетельство, на земле для всех сынов детей человеческих, и для их родов. И в двенадцатый юбилей, в седьмую, в седьмину взял он в себе жену имени Адни, дочь Даниала, дочь сестры его отца. И в шестой год этой седьмины она родила ему сына, и он нарек ему имя Мефусалак. И вот он был с ангелами Божьими в продолжении шести лет, и они показали ему все, что на земле и на небесах, господство солнца, и он записал все. И он дал свидетельство стражам, которые согрешились с дочерьми человеческими, ибо они стали смешиваться, чтобы оскорняться с дочерьми человеческими. И Иенок дал свидетельство против всех них. И он был взят из среды сынов детей человеческих, и мы привели его в рай Эдем к славе и почести. И вот здесь он записывает суд и вечное наказание, и всякое зло сынов детей человеческих. И ради него он, Бог, послал потоп на землю, ибо он был поставлен в знамение, и чтобы дать свидетельство против всех сынов детей человеческих, чтобы объявлять все деяния родов до дня суда. И он принес в жертву курение, которое было приятно Богу, на горе полудня, «Ибо четыре места Божьи существуют на земле, рай Эдем и гора Востока, и эта гора, на которой ты теперь гора Синай, и гора Сион, которая будет освящена в новом творении для освящения земли. Через нее земля осветится от всей своей вины и нечистоты навсегда и навечно». «И в четырнадцатый юбилей взял Мефусалак, Одину, дочь Азраэля, дочь сестры его отца, себе в жены, в третью седьмину в первый год, и он родил сына, и нарек ему имя Ламих. И в пятнадцатый юбилей в третью седьмину взял себе Ламих жену по имени Бетонос, дочь Баракеля, дочь сестры его отца, себе в жены. И в эту седьмину она родила ему сына, и он назвал его Ноем, говоря, «Он утешит меня о всех моих трудах и о земле, которую проклял Бог». «И в конце девятнадцатого юбилея в седьмую седьмину в шестой год ее умер Адам, и все сыны его погребли его в стране, где он был сотворен. И он был погребен прежде всех в земле. И он жил на семьдесят лет меньше тысячи лет, ибо тысяча лет, как один день по небесному свидетельству. Ради всего о древе познания написано «День, который вы вкусите от него, вы умрете». Посему он не окончил годы этого дня, но умер в этот день. В конце этого юбилея был убит Каин, после него Адама в том же году. Его дом упал на него, и он умер посреди своего дома и погиб под его камнями, ибо камнем он убил Авеля, и камнем был убит по праведному суду. Всего ради на небесных скрижалях предписано «Орудием, которым муж убил своего ближнего, должен быть, и он убит. Как ранил он его, так должны они сделать ему». И в двадцать пятый юбилей Ной взял себе жену по имени Емзарак, дочь Ракиеля, дочь его сестры, себе в жены, в первый год в пятую седьмину, и в третий год ее она родила ему Сима, и в пятый год родила ему Хама, и в первый год в шестую седьмину родила ему Иофета. Глава пятая И случилось, когда сыны детей человеческих начали умножаться на поверхности всей земли, и у них родились дочери, ангелы Господни увидели в один год этого юбилея, что они были прекрасны на вид, и они взяли их себе в жены, выбрав их из всех, и они родили им сыновей, которые сделались исполинами. И неправда усилилась на земле, и всякая плоть извратила свой путь, от людей до скота, и до зверей, и до птиц, и до всего, что ходит по земле. Все извратили свой путь и свой порядок, и начали пожирать друг друга. И неправда усилилась на земле, и все помышления разума, сынов человеческих, сделали столь злыми во всякое время. И Господь воззрел на землю, и вот она извратилась. И всякая плоть извратила свой порядок, и они совершили всякое зло перед его очами, все, что было на земле. И он сказал, что он уничтожит людей и всякую плоть, которую он сотворил на земле. И только Ной обрел милость перед его очами, и на ангелов своих, которых он посылал на землю, он весьма разгневался, так, что решил истребить их. И он сказал нам, чтобы мы связали их в пропастях земли. И вот они были связаны в них и разобщены. И относительно детей их вышло повеление от его лица, чтобы поразить их мечом и умертвить их под небом. И он сказал, Моему духу не вечно пребывать на людях, ибо они плоть, и дней их пусть будет сто двадцать лет. И он послал свой меч в среду их, чтобы они умертвили друг друга. И они начали убивать друг друга, пока не пали все от меча и не были уничтожены земли на глазах своих отцов. После сего они, их отцы, были связаны в пропастях земных до дня Великого Суда, когда придет наказание на всех извративших свои пути и свои дела пред Господом. И он уничтожил все их пристанища, и ни один из них не остался, которого он не уничтожил бы за все их зло. И он создал для всех своих творений новое и праведное естество, чтобы они не согрешали вовек по всему своему естеству. И каждый был бы праведен через свою отрасль. И наказание всех их определено и записано на небесных скрижалях без неправды. И все приступившие путь, который им определен, чтобы ходить по нему, если не ходят по нему, то наказание написано для каждого естества, для каждого рода. И ничто не избежит его, что на земле и на небе, во свете и во тьме, и в царстве мертвых, и в пропасти, и в мрачном месте. Все наказания их определены и записаны, и начертаны для всех. Великого он будет судить по его величию, и малого по его малости, и каждого отдельно по его пути. И он не примет никаких даров, ибо говорит, что будет совершать суд над каждым отдельно. И если бы кто-нибудь дал ему все, что есть на земле, то он не обратит лица своего и не примет этого от него, ибо он судья. И о сынах Израиля написано и определено, если они обратятся к нему в справедливости, то он отпустит им всякую вину и все грехи их простит. Написано и определено, что милосердие будет оказано всем, которые обратятся от всякого своего злодеяния. Однажды в год. «Но всем тем, которые свои пути и свои стремления извратили пред потопом, не дано снисхождение, кроме только Ноя, ибо Господь призрел на лице его ради сыновей, которых он спас из-за него от потопа, ибо сердце его было праведно во всех путях его, как было повелено ему, и он ничего не приступил из того, что было ему предписано. И Господь сказал, «Да будет истреплено все, что на суше, от всякого скота до диких зверей и птиц и до всего, что движется на земле». И он повелел Ною сделать себе ковчег, чтобы спастись в нем от потопа. И Ной сделал ковчег для всех тварей, как он повелел ему, в двадцать седьмой юбилей, в пятую седьмину, в пятый год, и он вошел в него в шестой год ее, в другой месяц, в новолуние другого месяца. До шестнадцатого дня его вошел ковчег он и все, что мы привели к нему. И Господь затворил его снаружи в семнадцатый день вечером. И Бог открыл семь окон небесных, чтобы они изливали воду с неба на землю в продолжении сорока дней и сорока ночей. И источники бездны также изливали воду, так что весь мир наполнился водой. И поднялись воды на земле на пятнадцать локтей поднялась вода над всеми высокими горами. И ковчег носился над землей и плавал на поверхности воды. И вода стояла на поверхности земли пять месяцев, сто пятьдесят дней. И он, ковчег, пришел и остановился на вершине Любара, одной из гор Арарата. И в четвертый месяц замкнулись источники великой бездны и хлябы небесные затворились. И в новолуние седьмого месяца все отверстия пропастей земли открылись, и вода стала стекать в преисподнюю бездну. И в новолуние десятого месяца показались вершины гор. И в новолуние первого месяца обнаружилась земля. И вода стекла с земли в пятую седьмину в седьмой год ее. И в семнадцатый день второго месяца прослухла земля. И в двадцать седьмой день его он отворил ковчег и выпустил из него зверей, птиц и что двигалось. Глава шестая. И в новолуние третьего месяца вышел он из ковчега и устроил жертвник на этой горе и показался на земле. И он взял молодого козла и пролил кровь его в искупление за всю вину земли. Ибо все что существовало на ней было истреблено кроме тех которые были в ковчеге с ноем. И он положил туг его на жертвенник и взял тельца и овна и овцу и козлов и соли и горлицу и молодого голубя и перенес все сожжение на жертвенники. И примешал к всему испеченные в масле жертвенные плоды и возлил кровь и вино и положил на все фемиам и вознес приятное благоухание которое было приятно Господу. И Господь обонял приятное благоухание и заключил с ним завет что не придет более потоп который погубил бы землю что во все дни земли сенья и жатва не прекратятся мороз и жар лето и зима день и ночь не изменят своего порядка и не прекратятся и вы растите и плодитесь на земле и размножайтесь на ней и будьте благословение на ней ваш страх и трепет я положу на все что на земле и в море и вот я всех диких зверей и всякий скот и все что летает и все что движется на земле и рыб в водах и все дал вам пищу как зелень травную дал я вам все чтобы вы ели только плоть в которой живая душа вы не должны вкушать с кровью ибо душа всякой плоти есть кров да не взыщется кров вашей души от каждого человека от каждого я взыщу кров человека кто проливает человеческую кров того кров пусть прольется от руки человеческой ибо по образу Божию он сотворил Адама а вы раститесь и умножайтесь на земле и дети его поклялись что они не будут есть крови которая в какой либо плоти и он заключил завет пред Господом Богом навечно на все роды земли в этом месяце ради сего он говорил с тобою чтобы и ты сынами Израиля в этом месяце на горе заключил завет склятвою и укропил их кровью ради всех слов завета которые Господь заключил с ними на все время и это свидетельство предписано им дабы и вы соблюдали это во все дни чтобы вам никогда не есть крови зверей и человек который есть кровь дикого зверя и скота и птиц пока стоит земля будет истреблен на земле он и его семя и он повелел сынам Израиля не есть крови дабы они и их семя существовали пред Господом Богом нашим всегда и для сего закона нет конца времени вечно они должны соблюдать его вместе с потомками чтобы непрерывно кровью за вас испрашивалось прощение преджертвенникам ежедневно утром и вечером должно испрашивать у Господа прощение за них чтобы они соблюдали это и не были истреблены и он дал ною и его сыновьям знамение что не придет опять потоп на землю он поставил свою радугу в облаках знамение вечного завета что потоп более не придет на землю для истребления ее пока стоит земля посему определено и написано на небесных скрижалях чтобы они соблюдали праздник седмиц в этом месяце однажды в год чтобы возобновлять завет каждый год и всего времени в течение которого праздновался этот праздник на небе одни творения до дней ноя было двадцать семь юбилеев и пять седмин иной праздновал его продолжение семи юбилеев и одной седмины до дня своей смерти а сыны ноя оскорняли его до дней Авраама и ели кров только Авраам соблюдал его и сыновья его Исаак и Яков соблюдали его до твоих дней и в твои дни сыны Израиля забыли его пока Я не обновил их при этой горе и ты сделай также повеление сынам Израиля чтобы они соблюдали этот праздник во всех своих родах как закон для себя один день в году в этом месяце пусть празднуют они праздник его этот праздник седмиц и это праздник первого творения праздник этот имеет двоякого рода значения и установлен для двух родов сообразно тому что об этом написано и начертано ибо я записал это в книге первого закона в той которую я написал тебе да празднуешь ты всякий раз по одному дню в году я изъяснил тебе и жертвенные дары в него дабы они хранились в памяти и сыны Израиля праздновали бы его в своих родах в этом месяце по одному дню в год и новолуние первого четвертого седьмого и десятого месяцев суть дни воспоминания и праздничные дни в четыре времени года они записаны и установлены к ежегодному свидетельству иной назначил их себе в праздники для будущих родов чтобы иметь в них праздник воспоминания в новолуние первого месяца было сказано ему чтобы он сделал ковчег и в этот день земля стала сухою и он отворил ковчег и видел землю в новолуние четвертого месяца заключилось отверстие преисподней глубины земли и в новолуние седьмого месяца все отверстия и глубины бездны открылись и воды стали стекать в них и в новолуние десятого месяца показались вершины гор иной возрадовался посему он определил их себе в праздники воспоминания навек и так они утверждены и они внесены на небесные скрыжали двенадцать суббот имеет каждый из них от одного новолуния до другого то есть от первого до четвертого идет их воспоминания от первого до второго от второго до третьего от третьего до четвертого и всех дней которые предписаны пятьдесят две субботы дней этим весь год исполняется так начертано и установлено на небесных скрижалях и не бывает пропуска ежегодно из года в год и ты скажи сынам израилевым чтобы они содержали годы по всему числу 364 дня и это будет полный год и определенное время дней и праздники года не будут извращены ибо все совершается в нем в году согласно тому что утверждено относительно сего и они не должны опускать ни одного дня и не должны нарушать ни одного праздника если же они приступят и не будут поступать по его повелениям то они в раз все определенные времена извратят и годы будут подвинуты с мест и они будут приступать свой порядок и все сыны Израиля забудут путь годов и не обретут более и забудут новолуние и его время и субботы и заблудятся относительно всего порядка годов ибо я знаю это и отныне возвещаю тебе сие и это не по моему разумению но так как написано в книге у меня и на небесных скрижалях определено деление дней ибо они не должны забывать праздников завета и не должны соблюдать праздников язычников и ходить по их заблуждениям и по их мыслям и это будет с людьми которые будут наблюдать над луною они именно извратят времена и каждый год уйдет вперед на 10 дней и из-за этого они извратят будущий год и сделают мнимый день за день свидетельства и нечистивый день за день праздничный и каждый будет смешивать святой день с нечистым и нечистый со святым ибо они будут заблуждаться в месяцах и субботах и праздниках и юбилейных годах посему я повелеваю и подтверждаю тебе чтобы ты засвидетельствовал им так как после твоей смерти твои дети извратят это что они должны считать год только 364 дня из-за всего они будут заблуждаться в новолунии и субботе и в дни торжества и праздника и будут всегда есть плоть и кров глава 7 и в седьмую седьмину в первый год ее в этом юбилее Ной насадил виноградные деревья на горе на которой остановился ковчег называемый лубар на одной из гор Арарата и он принес плод на четвертом году и он берег свои плоды и снял их в том году в седьмом месяце и сделал из них вино и влил его в сосуд и держал его даже до пятого года до первого дня то есть до новолуния первого месяца и он принес все сожжения для господа молодого тельца и она и семь однолетних акцев и молодого козла чтобы и спросить прощения себе и своим сыновьям и он приготовил прежде всего козла и принес его кров к алтаря который он сделал и весь стук его положил на артарь где он приготовил все сожжения и от тельца и от овна и от акцев он взял все мясо на жертвенник и возложил на него все плодовые жертвы какие принадлежали к ней смешанные с елеем тогда он возлил прежде всего вино в огонь на жертвеннике и положил фимиам на жертвенник и вознес доброе приятное благоухание чтобы оно вознеслось перед господом бога его и он возрадовался и испил от этого вина он и его дети исполнены радости и настал вечер когда он вошел в свой шатер и лег опьяненный и заснул обнажился во время сна в своем шатре и хам увидел своего отца на голову и вышел и рассказал своим двум братьям и сим взял свою одежду и поднялся вместе с Еофетом и они сняли свою одежду своих плеч обратив лицо назад и покрыли срамоту своего отца обративший лицо назад и когда Ной пробудился от своего сна то узнал все что сделал с ним его младший сын и он проклял его из сына и сказал проклят Ханан послушнейшим рабом да будет он своим братьям и он благословил сима да будет прославлен господь бог сима и Ханан да будет его рабом да распространит господь Еофета и да живет господь в жилище сима и Ханан будет его рабом и хам узнал что его отец проклял его сына и отделился от своего отца он и его сыновья с ним вхуш ими стрем и фут и Ханан и он выстроил себе город и назвал его по имени своей жены Ниелатамек и Еофет увидел это и позавидовал своему брату и также выстроил город и назвал его по имени своей жены Адатанелек но сим жил со своим отцом Ноем и выстроил город близ города своего отца при горе и он также назвал по имени своей жены Седукат Тельбаб вот три города близ горы Лубар Седукат Тельбаб пред горою на ее восточной стороне и Ниелатам Маук на южной стороне Адатанезез к западу и вот сыновья Сима Елам Асур Арфаксат В 28 юбилей Ной начал учить своих внуков всем постановлениям и заповедям которые он знал и закону и дал свидетельство своим сыновьям чтобы они делали справедливость и покрывали срамоту своего тела и прославляли того кто сотворил их и почитали отца и матерь чтобы любили друг друга и ограждали свои души от всякого любодеяния и нечистоты и от всякой несправедливости ибо за эти три вины пришел на землю потоп именно за любодеяния которым стражи вопреки предписаниям их закона блудились дочерьми человеческими и взяли себе жен и всех которые им понравились они положили начало на чистоте и их сыны нефалимы и все другие стали разногласить друг с другом и один пожирал другого и спалин убивал нефила и нефил убивал Эльё и Эльё сынов человеческих и один человек другого и каждый был чтобы делать неправду и проливать неповинную кров и земля наполнилась нечестием и за ними последовали все дикие звери и птицы и что движется и что ходит по земле и пролилось много крови на земле и все помышления и стремления людей было пустое и злое и Господь истребил все с поверхности земли за лукавство их дел и за кров которую они пролили на земле он истребил все и я и вы мои сыны и все что с нами вошло в ковчег сохранилось целым и вот я вижу прежде всего ваши дела как вы ходите не в справедливости но начали ходить по пути развращения и уделяться друг от друга и быть завистливыми друг к другому один к другому и как вы не единодушны мои сыны брат своим братом ибо я вижу что демоны начали обольщать вас и ваших сыновей и теперь я страшусь за вас чтобы вы когда я умру не стали проливать на земле кровь человеческую а чтобы и вы не были истреблены с поверхности земли ибо каждый кто проливает человеческую кровь и каждый кто есть кровь какой-либо плоти будет истреблен из среды всех с лица земли и ни одного человека не останется на земле который есть кровь и проливает кровь на земле и не останется у него семени и потомства под небом но они пойдут в царство мертвых и сойдут в место осуждения все они погрузятся в мрак бездны через мучительную смерть каждый из вас кто от всякой крови не принесет за себя для очищения то есть как только вы заколите зверя или скот или что летает на земле то делайте доброе дело за себя кровью где только она проливается на земле и никто из вас не должен есть плоть с кровью удерживайте чтобы не ели кровь перед вами закапывайте кровь ибо так было заповедано мне я свидетельствую всем как вам так и вашим сыновьям вместе со всякую плотью и не ешьте душу с плотью да не взыщется ваша кровь которая есть ваша душа от всякой плоти которая проливает ее на земле ибо земля будет нечиста от крови со времени ее пролития на ней но только через кровь того кто пролил ее земля будет чистою продолжение всех своих родов и теперь мои сыновья послушайте меня творите правду и справедливость чтобы вы были наслаждены в справедливости на всем лице земли и да вознесется ваша слава к Богу моему который спас меня от потопа и вот вы пойдете и выстроите себе города и разведете в них всякое растение которое на земле и теперь у всех плодовых деревьев продолжение трех лет не должен собираться плод ни от какого дерева чтобы есть его и в четвертый год их плод должен быть освящен и начаток плодов должен быть принесен пред Господа Всевышнего который сотворил небо и землю и все чтобы с лучшим начатком плодов принести вину елей на жертвенник Господа который он изберет и что останется слуги дома Божия должны съесть пред жертвенником который он изберет и в пятый год сделайте обнародование чтобы вы обнародовали эту справедливости и праведности и вы будете праведными и все ваши растения умножатся ибо так заповедал енох отец вашего отца Мефусалага своему сыну и Мефусалаг своему сыну Ламеху и Ламех заповедал мне все что заповедали ему отцы его и я также заповедую вам это мои сыны как енох заповедал своему сыну в его первый юбилей когда он был еще жив седьмой в своем роде он заповедал и свидетельствовал это своему сыну и сыновьям его сыновей до дня своей смерти глава восьмая и двадцать девятый юбилей в первую седьмину в первый год Арфаксат взял себе жену по имени Разую дочь Сусанны дочери Елама себе в жены и она родила ему сына в третий год этой седьмины и он нарек ему имя Каинам и его сын вырос и его отец научил его писанию и он пошел искать себе место где бы основать себе город и он нашел написание которое правоцы начертали на скале и он прочитал что было на ней и перевел это и нашел что на ней было знание которому научились стражи о колесницах солнца и луны и звезд и обо всех знамениях неба и он записал это но ничего о всем не рассказал ибо он боялся рассказать о всем мною чтобы он не разгневался на него за это и в 30 юбилей во вторую седьмину в первый год ее взял он себе жену по имени мелку дочь Абадая сына Иофета и в 4 год она родила ему сына и он нарек ему имя Сала ибо сказал я отпущен в 4 год родился Сала и он возрос и взял себе жену по имени Муак дочь Кеседа брата его отца себе в жены и в 31 юбилей в 5 седьмину в первый год она родила ему сына и он нарек ему имя Ебор и он взял ему жену по имени Ацурат дочь Неброда именно в 32 юбилей в 7 седьмину в 3 год и в 6 год она родила ему сына и он нарек ему имя Фалик ибо в дни когда он родился дети Ноя начали делить землю между собою и ради этого он нарек ему имя Фалик и они начали делить между собой Лукаву и об этом было сказано Ною и в начале 33 юбилея они разделили землю на 3 части Симу Хаму и Иофету по их наследственным частям первый год первой седьмины в то время ангел один из нас посланный к ним был при этом и он Ной призвал своих сыновей и они приблизились к нему они со своими сыновьями и он разделил землю по жребию что должны были получить три его сына и они распростерли руки и взяли жребий из пазухи своего отца Ноя и на жребий Сима вышла средина земли которую он должен был получить как наследие для своих сыновей и потомков век от средины горы Рафу где изливается вода из реки Тоне идет его наследие к западу через средину той реки и идет пока не пройдешь к водному бассейну из которого выходит эта река и река эта вытекает и изливает свои воды в море Меот идет эта река до Великого моря и все что к югу от него принадлежит Симу и идет его наследие пока не подойдешь к Карасу то есть до залива перешейка который смотрит к югу идет его наследие к Великому морю и выходит прямо пока не подойдешь к западу перешейка который смотрит к югу ибо это море Называется Египетским морским заливом И оттуда направляется на юг кустью Великого моря До берегов воды и идет к Аравии и Офру И идет, пока не достигнет воды потока Гигон И на юг от воды Гигон вдоль берега этой реки И идет на юг, пока не подойдет к краю Едем На юг от него и на восток от всей страны Едем И обращается на восток от него и идет Так, что подходит к востоку горы, называемой Рафа И спускается к берегу устья реки Тины Это наследие досталось пожребию Симу и его детям Чтобы владеть им наследием и его потомкам до века Иной возрадовался, что это наследие досталось Симу и его детям И он размышлял обо всем, что он сказал своими устами в своем пророчестве Когда говорил, да будет прославлен Господь Бог Сима И да веселится Господь в жилищах Сима И он знал, что рай Едем есть святейшая и святынь И жилище Господа И что гора Сион, центр пустыни И гора Синай, центр пупа земли Эти три, одна против другой, созданы были святынями земли И он прославил Бога богов, который вложил речь Господа в уста его И он познал, что блаженное и благословенное наследие Симу и его детям Будет уделом для вечных вродов Именно, вся страна Еретрейского моря И вся страна Востока и Индия И при Еретрейском море И горе ее И вся страна Бала И вся страна Либонос И острова Кавтор И весь горный хребет Сан-Нер и Амар И горный хребет Асур на севере И вся страна Елам Асур и Бабель И Сузан и Мадай И вся страна Арарат И вся страна по ту сторону горного хребта Асур к северу Благословенная и обширная страна И все, что в ней очень хорошо И Хаму досталась вторая наследственная часть По ту сторону Гегона к югу Направо от рая И она идет к югу И направляется она к огненным горам И к западу к морю Атил И направляется на запад Пока не дойдет к морю бассейна Того, в котором погибает все Чтобы не стекало И идет к северу К пределу Гадид И идет до берегов моря По ту сторону Великого моря Пока не подойдет к потоку Гегон Направо от рая Эдем И это страна, которая досталась Хаму Как наследственная часть Которой он должен владеть вовек Ему и его сыновьям в их родах вовек И Иофету вышла третья наследственная часть По ту сторону реки Тины К северным странам истока ее воды И идет к северу-востоку Вся область Лага И все восточные страны ее И идет на крайний север И простирается до гор Кильта К северу и к морю Маук И идет на восток Гадира До берегов моря И направляется, пока не подойдет К западу Пары И обращается назад к Аферагу И направляется к востоку К воде моря Меот И направляется вдоль реки Тины К востоку севера Пока не подойдет к границе ее воды К горе Рафы И обходит кругом к северу Эта страна, доставшаяся Иофету И его сыновьям, как его наследие Которым он должен владеть вовек Ему и его сыновьям в их роды Пять великих островов И великая страна на севере Только она холодная И страна хама жаркая Но вся земля Сима не имеет ни жары Ни мороза И в ней холод и тепло смешаны Глава девятая И хам разделил свою часть Между своими сыновьями И вышла первая наследственная часть Для всех к востоку и западу Фуду И запад ее Ханаану И к западу моря И Сим также разделил между сыновьями И вышла первая наследственная часть Еламу и его сыновьям к востоку от реки Тигр Пока не подойдешь к стране востока Вся страна Индия и страна при Еритрейском море И воды Дудина и все горы И Ила или Эла И вся страна Сузан И все, что находится к стороне Фарнака До Еритрейского моря и до реки Тины И Ассуру вышла вторая наследственная часть Страна Ассур и Ниневе и Синаар И до границ Индии И она идет вверх к реке И Арфаксаду вышла третья наследственная часть Вся страна владения Халдеев К востоку от Ефрата Вблизи Эритрейского моря И все воды пустыни Пока не придешь к морскому заливу Который смотрит к Египту Вся страна Либоноса И Сапера и Амано До соседства с Ефратом И Араму вышла четвертая наследственная часть Вся страна Месопотамия Между Тигром и Ефратом На север от Халдеев Пока не придешь к горному хребту Ассур И все отдельные страны До Великого моря И приближается к востоку К своему брату Ассуру И Ефрат также разделил страну наследия Между своими сыновьями И вышел первый жребий Гомеру К востоку от севера До реки Тины И на севере Магогу Досталась вся внутренность севера Пока не придешь к морю Миот И Мадаю вышел у дел Чтобы он владел им На запад от обоих его братьев До островов и до границ островов И Иояйону вышел четвертый у дел Весь остров и острова к Ад-Луду И Толбелу вышел пятый у дел Между перешейком Который подходит к Уда Уделу Луда До другого перешейка Внутрь в третий перешейк И Месеку вышел шестой у дел И все по ту сторону третьего перешейка Пока не придешь к востоку Гадира И террасу вышел седьмой у дел Он имел великие острова В середине моря Которые принадлежали К наследию Хама И острова Каматури И детям Арфаксада Вышло блаженное наследие Так разделили дети Ноя Уделы своим сыновьям Пред Ноем своим отцом И он велел им поклясться Заклиная клятвою каждого Который пытался бы получить удел Не доставшийся ему пожребий И все сказали Да будет так И да будет это так Для них и их сыновей до века В их родах До дня суда В который Господь Бог Будет судить их мечом и огнем За все лукавство И нечистоту их деяний Так как они наполнили землю Злодеянием Нечестим Блудодеянием И грехом Глава 10 И в третью седьмину Этого юбилея Начали нечистые демоны Обольщать сыновей Ноя Чтобы ослеплять их И губить И дети Ноя Пришли к своему отцу И рассказали ему О демонах Которые соблазняют сыновей Их сыновей Ослепляют и умирщляют их И он молился Господу Богу своему И сказал Боже духов Всякой плоти Являющий свое милосердие И спасший меня И моих детей От воды потопа И не допустившие Меня погибнут Как поступил ты С сынами погибели Ибо велика милость твоя Ко мне И велико твое милосердие К моей душе Яви милость твою На сынах твоих Не допусти злых духов Господствовать над ними Дабы они не истребили Их от земли Вот ты благословил Меня и моих сыновей Чтобы мы разрастали И умножались И наполняли землю Ты знаешь Справедливости От ныне и до века И Бог наш сказал нам Чтобы мы связали всех Тогда пришел Высший из духов Мастема и сказал Господи Нельзя ли некоторым Из них остаться У меня Чтобы они слушались Моего голоса И делали все Что я скажу им Ибо если Ни одно из них Не останется у меня То я не могу Являть могущество Своей воли Над сынами человеческими Ибо они существуют Для того чтобы Развращать и обольщать По моему повелению Под моим господством Так как злоба Людей велика И он сказал Десятая часть Их пусть останется У меня И девять частей Пусть сойдут Вместо суда И один из нас сказал Мы научим Ноя Всем целебным средствам Ибо он знал Что они Ходят Не в справедливости И будут Вести борьбу Не в праведности И мы сделали По его повелению Всех злых Лютых духов Мы связали Вместе наказания И десятую часть Из них Мы оставили Чтобы они Предстали Пред сатаной На земле И целебные средства От всех их То есть Причиняемых Демонами Болезни Вместе с их Способами Обольщения Мы сказали Ною Как излечать Себя Растениями земли Иной записал Все Как мы научили Его в книгу О каждом роде Лекарств Так Злые духи Были отделены В заключение О детей Ноя И он дал Все писания Которые написал Своему старшему Сыну Симу Ибо он Любил его Больше Из всех Своих сыновей Иной Почил Своими отцами И был погребен На горе Лубар В земле Арарат 950 лет Он окончил В своей жизни 19 юбилеев 275 лет И его жизнь На земле Была Знаменитее Чем жизнь Остальных Сынов Человеческих Ради его Справедливости В которой он Усовершился Кроме только Еноха Ибо история Еноха Была предназначена Во свидетельство Для родов Вечности Чтобы показать Все Что случится С родами Родов До дня Суда И в 34 Юбилей В первый год Второй седмины Фалик Взял себе Жену По имени Ломна Дочь Синаара И она Родила ему Сына Четвертый год Этой седмины И он Нарек Ему Имя Рагев Ибо Сказал Вот Сыны Человеческие Сделались Дурными Через Гнусный Замысел Что они Построят Себе Город И башню В земле Синаар Ибо Они Переселились От Арарата К востоку В Синаар Ибо В его дни Они построили Город и башню Говоря Мы Поднимемся По ней На небо И они Начали строить Четвертую седмину И Обжигали огнем Кирпичи И кирпичи Служили им Место камня И цементом Которым Они укрепляли Промежутки Был Асфальт Из моря И из водных Источников В стране Синаар И они Строили это В продолжении Сорока трех лет И Господь Бог наш Сказал нам Вот это Один народ И он Начал делать Это И ныне Я не Отступлю от них Вот мы Сойдем И смешаем Языки Их Чтобы они Не понимали Друг друга И рассеялись Страны И народы И до нее Существится Никогда Их замысел До дня Суда И Господь Сошел И мы Сошли С ним Видеть Город И башню Которую Строили Сыны Человеческие И он Расторг Каждое Слово Их Языка И никто Уже Не понимал Слово Другого И вот Они Отказали Строить Город И башню Ради Сего Вся Страна Синаар Была Названа Бабель Или Вавилон Ибо Так Расторг Бог Все языки Сынов Человеческих И оттуда Сильный Ветер На их Башню И поверг Ее На землю И вот Она Стояла Между Страной Асур И Вавилоном В земле Синаар И нарекли Ей Имя Развалины В первый Год Четвертой Седмины Тридцать Пятого Юбилея Они Рассеялись В стране Синаар Ихам Своими Сыновьями Ушел В страну Которая Стала Ее Собственностью И Которая Досталась Ему В страну Либоноса До ручья Египетского Что она Очень хороша И пошел Не в страну Своего Наследия На запад От моря Но жил В стране Либонос На востоке И на западе От сынов Народа Либоноса И вдоль Моря И отец Его Хам И Куш И Митсраим Его братья Сказали ему Ты поселился В стране Которая Не принадлежит Тебе И которая По жребию Не досталась Нам Ты не должен Так делать Ибо если Ты сделаешь Так То погибнешь Так же Как и твои Сыновья В стране Как подвергшись Проклятию Силой оружия Ибо Вы силой Оружия Поселились И силой Оружия Падут Твои Сыновья И ты будешь Истреблен Вовек Не живи В земле Обитания Сима Ибо Оно Досталось По жребию Симу И его Детям Проклят Ты И проклят Будешь Пред всеми Сыновьями Ноя Проклятием Которым мы Обязались В клятве Пред Святым Сидьею И пред Нашим Отцом Ноем Но он Не послушал Их И жил В стране Либонос От Гамафа До начала Египта Он И его Сыновья До нынешнего Дня И посему Та страна Была Названа Ханаан Но Иофет И его Сыновья Пошли На запад И жили В стране Своего Наследия И Медай Увидел Страну Моря И она Понравилась Ему И он Выпросил Ее Себе Уэлама И Асура И Арфаксада Брата Его Жены И жил В стране Медакин Медийской Стране Близи Брата Своей Жены До сего Дня И он Назвал Своё Место Обитания И место Обитания Своих Детей Медакин По имени Их Отца Мадая Глава Одиннадцатая И в Тридцать Пятый Юбилей В Третью Седьмину В первый Год Рогев Взял Жену По имени Ара Дочь Сына Кеседа И она Родила ему Сына И он Нарёк Ему Имя Серук В седьмой Год Этой Седьмины И этого Юбилея И сыны Ноя Начали Вести Борьбу Друг с Другом Они Стали Друг Друга Брать И убивать Проливать Кров Человеческую На земле И есть Кров И строить Народом И повсюду Основывать Царство И вести Войну Один народ Против другого И народы Против народов И город Против города И подвергать Все прочее И делать Себе Оружие И учить Своих детей Войне И они Начали Покорять Города И продавать Невольников И невольниц И Ур Сын Кеседа Построил Город Ару Халдейскую И назвал Его по имени Себя И по имени Отца Своего И он Делал Им звезды И поклонялся Каждому Идолу Которого Он лил Себе И они Начали Делать Извояния Из татуи И нечистые И духи Нечистые Помогали В этом И обольщали Их совершать Грех И нечистоту И князь Мастема Прилагал Свою власть Чтобы делали Это И побуждал Через духов Которые были Отданы В его руки Совершать Различного Рода Злодеяния И грехи И всякое Развращение Чтобы развращать И губить И проливать На земле Кров Посему Ему Было Наречено Имя Серух Ибо Он Удалился Чтобы Свободнее Совершать Грехи И злодеяния И он Сделался Великим И жил В Уре Халдейском Близи Родителей Своей Матери И поклонялся Идолам И он Взял Себя Жену В тридцать шестой Юбилей В пятую Седьмину В первый год По имени Мелка Дочь Кегебера Дочь Сестры Его отца И она Родила Ему Нагора В первый год Этой Седьмины И он Возрос и жил В Уре В Уре Халдейском И его отец Мудрец Халдейский Научил его Предсказанию И гаданию По знамениям Неба И в тридцать седьмой Юбилей В шестую Седьмину В первый год Взял он себе Жену По имени Йосака Дочь Нестега Халдейского И она Родила ему Сына Фарага В седьмой Год Этой Седьмины И князь Мастема Послал Воронов И птиц Чтобы они Пожирали Семя Посейное На земле Чтобы Произвести Порчу На земле Чтобы они Расхищали В сыном Человеческих Их Произведения Ибо Прежде чем Они Запахивали Семя Вороны Подбирали Его С поверхности Земли Посему Он нарек Ему Имя Фараг Так как Вороны И птицы Обкрадывали Их И пожирали У них Семя Их И годы Стали Делаться Неоружайными Птиц И все Древесные Плоды Они Пожирали С деревьев Только С великим Трудом Можно было В их Дни Спасти И кое-что От всех Плодов Земли И в 39 Юбилей Во вторую Седьмину В первый Год Взял Себе Фараг Жену По имени Эдна Дочь Арема Сестрину Дочь Его Отца Себе В жены И в Седьмой Год Этой Седьмины Она Родила Сына И он Нарек Ему Имя Аврам По имени Отца Его Матери Ибо Он Умер Прежде чем Приобретен Был Ее И его Сыном И Дитя Начало Замечать Греховность Земли Как Она Была Соблазнена К греху Через Извояние И Нечистоту И его Отец Научил Его Писать И Когда Он Был Двух Седьмин То Отдалился От своего Отца Чтобы Не поклоняться Вместе С ним Идолам И он Начал Молиться Творцу Всех Вещей Чтобы Он Спас Его От Обольщения После того Как Он Стал Праведом Не Впало В Греховность И Нечестие И Пришло Время Посева Для Тех Кто Засевает Землю И Они Вышли Все Вместе Чтобы Стереть Свои Семена От Ворон И Авраам Вышел С другими Будучи Дитёю Четырнадцати лет И Налетело Облако Стая Воронов Чтобы Пожирать Семена Но Авраам Побежал К ним Прежде Чем Они Сели На Землю И Закричал На Них Прежде Нежели Сели На Землю Чтобы Пожирать Семена И Сказал Не Смейте Спускаться Воротитесь В то Место Откуда Прилетели И Они Воротились И Они Сделали Так Тот День Семью Стая Воронов И Из Всех Воронов Ни Один Не Сел Где Либо На Пашню Где Был И Сказал Воротитесь Вороны И Его Имя Сделалось Великим По Всей Стране Халдейской К Нему Приходили В этот Год Все Которые Сели И Он Ходил С Ними Пока Не Прошло Время Сеяния И Они Засеяли Свою Землю И Собрали В том Году Хлеб Так Что Ели И Были Сыты И В первый Год Пятой Седмины Авраам Над Землею Против Деревянной Дуги Плуга Чтобы Класть На Него Семена И Выбрасывать Их Оттуда В Семенную Борозду Чтобы Они Скрывали В земле И Они Не Боялись Более Воронов И Делали Так У Всех Других Плуг Нечто Над Землею И Они Засеяли И Обработали Всю Страну Вполне Так Как Им Велел Авраам И Они В шестую Седьмину В седьмой Год Ее Сказал Авраам Отцу Своему Фарагу Говоря Отец Отец Мой И Он Сказал Вот Я Здесь Мой Сын И Он Сказал Что Нам За Помощь И Услаждение Отцех Идолов Что Ты Поклоняешься Им Ибо В них Совсем Нет Духа Или Души Но Они Которых Вы Почитаете Суть Проклятия И Собласть Сердца Почитайте Бога Небесного Который Низводит На землю Дождь И Росу И Все Совершает На земле И Все Сотворил Своим Словом И Вся Жизнь Прод Его Лицем Зачем Вы Почитаете Тех Которые Не Имеют Духа Ибо Они Нечто Сделанные И На своих Плечах Вы Носите Их И Не Имеете От них Никакой Помощи Но Они Служат Великим Поношением Для Тех Которые Делают Их Соблазну Сердца И Почитают Их Не Почитайте Их И Отец Его Сказал Ему И Я Знаю Это Сын Мой Но Что Я Сделаю С Моим Родством Которое Заставило Меня Служить Им Если Я Скажу Им Истину То Они Убьют Меня Ибо Их Душа Прилепилась К ним Чтобы Почитать И Прославлять Их Молчи Сын Мой Чтобы Они Не Убили Тебя И Он Сказал Эту Речь Своим Двум Братьям И Они Разгневались На Него Тогда Он Замолчал И В сороковой Юбилей Во вторую Седьмину В седьмой Год Ее Авраам Взял Жену По Имени Сора Дочь Его Отца И Она Сделалась Ему Женою Аран Брат Его Взял Себе Жену В год Третьей Седмины И Она Родила Ему Сына В седьмой Год Этой Седмины И Он Нарек Ему Имя Лот И Его Брат Наггор Также Взял Себе Жену И В шестидесятый Год Жизни Авраама То есть Четвертый Год Четвертой Седмины Встал Авраам Ночью И Сожег Капище Идолов И все Что Было В нем Так Что Люди Ничего Не Знали Об этом И Они Встали Ночью И Хотели Спасти Своих Идолов Из Огня И Аран Поспешил Сюда Чтобы Спасти Их Тогда Пламя Бросилось На него И Он Сгорел В огне И Умер В Уре Халдейском Прежде Своего Отца Фарага И Они Погребли Его В Уре Халдейском И Фараг Вышел Из Ура Халдейского Он И Дети Его Чтобы Ити В Страну Либоноса И В Страну Ханан И Он Жил В Стране Харан И Авраам Жил Со Своим Отцом Фарагом В Харане Две Седмины И В Шестую Седмину В Пятый Год Е Встал Авраам И Сидел В Течении Ночи В Новолуне Седьмого Месяца Чтобы Наблюдать Звезды От Вечера До Утрат Чтобы Видеть Что Будет С Погодой В Этот Год И Он Был Один Когда Сидел И Наблюдал И Пришло На Него Мы Слово И Он Сказал Все Знамения Звезд И Знамения Солнца И Луны В Руке Господа Зачем Не Исследовать Их Когда Он Хочет То Посылает Дождь Рано И Поздно И Когда Хочет То Изливает Потоки Дождя И Все В Его Руке И Он Молился В Эту Ночь И Сказал Боже Мой Боже Мой Ты Всевышний Бог Ты Один Только Бог Мой И Ты Все Сотворил И Все Я Сдел Рук Твоих И Тебя Твое Божество Избрал Я Спаси Меня От Руки Злых Духов Которые Сильны Над Помышлениями Человеческого Сердца Чтобы Они Не Отвратили Меня От Тебя Боже Мой И Судел Чтобы Я И Мое Семя Вовек Не Отвращались От Тебя От Ныне И До Века И Он Сказал Возвратиться Ли Мне Урхалдеев Которые Ищут Моего Лица Чтобы Я Возвратился К Ним Или Оставаться Мне Здесь В этом Месте Укажи Рабу Твоему Правый Путь Притобою Чтобы Исполнять Его И Чтобы Я Не Ходил В Обольщении Моего Сердца Боже Мой И Когда Он Кончил Речь И Молитву Вот Тогда Было Послано Через Меня Слово Господа К Нему Говоря Поднимись Из земли Твоей И из рода Твоего И из дома Отца Твоего В землю Которую Я Тебе Покажу Я Произведу У тебя Великий И Бесчисленный Народ И Благословлю Тебя И Сделаю Твое Имя Великим И Ты Будешь Благословен На земле И В тебе Благословятся Все Народы Земли Благословляющих Тебя Я Благословлю И Проклинающих Тебя Прокляну И Я Буду Богом Тебе И Твоим Сыновьям И Сыновьям Сыном Твоих И Всему Твоему Семени И Буду За Тобою И Я Бог Твой Не Бойся Вот Ныне До Всех Родов Земли Я Бог Твой И Господь Бог Сказал Мне Открой Его Уста И Его Уши И Его Губы И Я начал Говорить По Еврейски На Его И Списал И Тогда Он Начал Изучать И Я Объяснил Ему Все Чего Он Не Понимал И Он Изучал Их Продолжение Шести Дождливых Месяцев И Был Седьмой Год Шестой Седьмины Тогда Говорил Он Со Своим Отцом И Возвестил Ему Что Он Выйдет Из Харана Чтобы Ити В землю Ханан Что Он Осмотрит Е И Возвратиться К Нему И Отец Фарах Сказал Ему Иди В Мире Бог Мира Досодил Путь Твой Правый И Добудет Господь С Тобою И Хранит Тебя От Всех Зол И Додаст Тебе Милость И Благоволение И Милосердие Перед Теми Которые Увидят Тебя Чтобы Никакой Человек Не Возумел Сил Над Тобою Чтобы Предпринять Что-либо Против Тебя И И В Мире И Если Ты Найдешь Страну Угодную Чам Твоим Чтобы Жить Там То Возьми И Меня Собою И Возьми Собою Лота Сына Арана Брата Твоего Как Своего Сына И Господь Да Будет С Тобою Глава Тринадцатая И Авраам Вышел Из Харана И Взял Собою Жену Свою Сору И Лота Сына Брата Своего Харана Страну Ханан И Он Пошел И Прошел До Сикимона Близ Высокого Дуба И Господь Сказал Ему Тебе И твоему Семени Я Дам Эту Страну И Он Устроил Там Жертвенник И Принес На Нем Господу Который Явился Ему Всесожжение И Оттуда Он Поднялся Горному Хребту Бетель Вифиль Который Был От Него На Запад И Ай Или Гай На Восток И Разбил Там Шатер Свой И Он Увидел Что Земля Была Очень Обширна И Хороша И Что В ней Русло Все Виноградные Лозы Смоквы Гранаты Дубы И Твердые И Кипарисы И Ливанские Деревья И Все Деревья Полевые И Что Она Имела Воду На Горах И Он Благословил Господа Который Привел Его Из Ура Халдейского На Эту Гору И Случилось Первый Год Седьмую Седьмину В Новолуние Первого Месяца Он Устроил На Этой Горе Жертвенник И Призвал Имя Господа Ты Боже Оставлял Его В Течение Его Жизни И Он Поднялся Оттуда И Пошел На Юг И Достиг Хеврона И Хеврон Был Тогда Построен И Он Оставался Там Два Года Тогда Пошел Аврам В Египет В третий Год Седьминой И Жил В Египте Пять Лет Прежде Чем У Него Была Похищена Жена Санай Же Был Тогда Построен В Египте Через Семь Лет После Хеврона И Случилось Когда Фараон Похитил Сору Жену Аврама Господь Поразил Фараона И Весь Дом Его Тяжким Бедствием За Сору Жену Аврама И Аврам Был Очень Обогащен Овцами И Рогатым Скотом И Ослами И Конями И Верблюдами И Рабами И Служанками И Серебром И Золотом Вполне И Лот Сын Его Брата Также Был Обогащен И Тогда Фараон Возвратил Сору Его Жену Он Переселился Из земли Египетской И Пришел В одно Место На восток От Двефиля И Прославил Господа Бога Своего Который Вывел Его Обратно С Миром И Случилось В 41 Юбилей В Третий Год Первой Седмины Он Возвратился В это Место И Принес Там Все Сожжения И Призвал Имя Господне И Сказал Ты Господь Бог Всевышний Бог Мой Вовек И Четвертый Год Седмины Лот Уделился От Него И Лот Жил В Содоме Но Жители Содомской Были Очень Злые И Он Аврам Опечалился В сердце Своем Что Его Племянник Уделился От Него Ибо Он Не Имел Детей В тот Год Этой Седмины Когда Лот Был Пленен Господь Говорил Абраму После Того Как Лот Уделился От Него И Сказал Ему Возведи Очи Твои От Места Где Ты Живешь К Северу И К Югу И К Утру Ибо Всю Страну Которую Ты Видишь Я Дам Тебе И Дам Семя Твоему Семени Встань И Пройди Ее По Длине И Широте И Посмотри Все Ибо Я Дам Ее Твоему Семени И Аврам Пошел В Хеврон И Жил Там И В этот Год Пришли Коло Догомир Царь Эламский И Амалфал Царь Синаарский И Ореох Царь Силасарский И Тергал Языческий Царь И Они Поразили Царя Гоморы И Царь Содом Обижал И Многие Обратившиеся В Сидин Солончатую Страну В Содом Адом И Севоим Пали И Они Взяли В плен Лота Племянника Аврама Со Всем Его Имуществом И Отвели В Дан И Пришел Один Который Спас Бегством И Рассказал Авраму Что Племянник Его Взят В плен И Его Раб Принес В умилостивление За Аврама И Его Семя Десятину Начатков Господу И Господь Сделал Отсюда Постановление Навсегда Чтобы Давать Ее То есть Десятину Священникам Которые Служат Пред Его Лицом Дабы Они Пользовались Ею Вовек И Это Установление Не На День Но Он Утвердил Его На Вечные Роды Чтобы Давать Господу Десятины От Семян И Вина И Масла И Рогатого Скота И Овец И Он Дал Ее Своим Священникам Чтобы Они Ели От Нее С Радости И Пели Пред Ним И Вышел К Нему Царь Содомский И Пал Пред Ним Ниц Сказал Господин Мой Абрам Отдай Мне Людей Которых Ты Освободил Добыча Же Пусть Будет Твоя И 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 Глава 14 И После Сего События В Четвертый Год Этой Седьмины В Новолуне Третьего Месяца Было Слово Господня К Авраму В Сновидении Говорящее Не Бой С Аврам Я Твоя Защита И Награда Твоя Будет Чрезмерна И Он Сказал Господи Господи Что Ты Даш Мне Вот Я Иду Туда Без Детей И Сын Месек Мой Раб Тот Дамаск Елизер Будет Наследником Мне А мне Ты Не Дал Семени И Он Сказал Ему Он Не Наследит Тебе Но Происшедший От Плоти Твоей Будет Тебе Наследником И Он Вывел Его И Сказал Ему Взгляни На небо И Сосчитай Звезды Небесные Можешь Ли Ты Сосчитать Их И Он Взглянул На небо И Видел Звезды И Он Сказал Ему Так Будет Твое Семя И Он Поверил Господу И Это Было Вменено Ему Праведность И Он Сказал Я Господь Бог Твой Выведший Тебя Из Ура Халдейского Чтобы Дать Тебе Вечное Владение Землю Хананитов И Чтобы Я Был Твоим Богом И Богом Твоего Семени И Принеси Мне Трехлетнюю Телицу И Трехлетнюю Козу И Трехлетнюю Овцу И Трехлетнюю Горлицу И Голубя И Он Взял Все Это В Середине Месяца И Он Жил При Дубе Мамре Который Близ Хеврона Там Устроил Он Жертвенник И Заколол Все Возил Кров Их На Жертвенник И Разделил Их Пополам И Положил Их Друг Против Друг Но Птиц Он Не Касался И Птицы Спустились На Куски Но Авраам Отгонял Их И Не Давал Птицам Прикасаться К ним И Было Когда Солнце Зашло Бессилие Напало На Авраама И Вот Сильный Страх Мрака Напал На Него И Было Сказано Авраам Знай Что Твое Семя Будет Странником Чужой Земле И Его Будут Порабощать И Угнетать Продолжение Четырехсот Лет Но Я Произведу Суд Над Народом Которому Они Будут Служить После Того Они Выйдут Оттуда С Большим Имуществом И Ты В мире Отойдешь К Своим Отцам И Будешь Погребен В Доброй Старости И В Четвертом Роде Оно То Твое Семя Возвратиться Сюда Ибо Грех Амуреев До селя Еще Не Наполнился И Он Пробудился От своего Сна И Встал И Солнце Было Зашедшим Тогда Появилось Пламя И Вот Печь Дымилась И Огненное Пламя Прошло Между Кусками И В ту Ночь Бог Заключил Завет С Аврамом Сказал Твоему Семени Я Отдам Эту Реку От Реки Египетской До великой Реки Реки Ефрат Кенеев Кенезеев Ферезеев Рафейн Евеев Амуреев Кананеев Гергесеев И Он Отошел И Аврам Принес Куски И Птиц И Жертву Плодовую И Жертву Возлияния Которые Принадлежали Ксему И Огонь Пожрал Их И В эту Ночь Он Заключил Завет С Аврамом Согласно Завету Который Мы Заключили В этом Месяце С Ноем И Аврам Возобновил Это В праздник И В постановление Для себя До века И Аврам Возрадовался И Рассказал Все Это Проишедшее Своей Жене Соре И Он Поверил Что У него Будет Семя Но Она Не Рожала Тогда Сора Посоветовала Своему Мужу Авраму И Сказала Ему Войди К моей Служанки Агари Египтянки Быть Может Я Произведу Тебе От нее Семя И Аврам Послушался Голоса Жены Своей Соры И Сказал Ей Сделай Это Тогда Сора Взяла Египтянку Служанку Агарь И Дала Ее Своему Мужу Авраму Чтобы Она Была Его Женою И Он Вошел К ней И Она Сделалась Беременной И Родила Сына И Он Нарек Ему Имя Измаил В Пятый Год Этой Седмины В Том Году Был В 86 Год Жизни Аврама Глава 15 И В Пятый Год Четвертой Седмины Этого Юбилея Третий Месяц В Средине Месяца Аврам Праздновал Праздник Начатков Жатвы Хлеба И Принес Свежую Хлебную Жертву Жертвам Начатков Хлеба Для Господа Он Присоединил Тельца Иовна И Овцу На Жертвенник Вместе С Благовонным Курением И Господь Явился Ему И Сказал Ему Я Бог Владыка Благоуглаждай Предо Мною И Будь Благочестив И Я Заключу Завет Между Мною Тобою И Сделаю Тебя Весьма Великим И Аврам Пал На Своей Лице И Господь Говорил С Ним И Сказал Вот Завет Мой С Тобою Я Сделаю Тебя Отцом Многих Народов И Ты Не Будешь Более Называться Авраам От Ныне До Века Но Авраам Будет Тебе Имя Ибо Я Сделал Тебя Отцом Многих Народов И Сделаю Тебя Весьма Великим И Произведу Тебя Чтобы Я Был Твоим Богом И Богом Твоего Семени После Тебя Во Всех Родах И Я Дам Тебе И Семени Твоему После Тебя Землю Ибо Ты Пришлец В ней Землю Хананскую Чтобы Ты Был Господином Над Нею Навсегда И Я Буду Им Богом И Господь Сказал Авраам И Храни Мой Завет Ты Твое Семя После Тебя И Обрезывайте Все Ваши Крайние Плоти И Это Будет Знамением Моего Вечного Установления Между Мною И Тобою И Для Родов Потомков В Восьмой День Вы Должны Обрезывать Все Мужеское В Ваших Родах Рожденного Дома И Купленного Вами За Золото У Всех Сыновей Чуже Земцев Что Приобрели Вы Кто Твоего Семени Тот Да Будет Обрезан Рожденный Дома И Купленный За Золото Да Будет Обрезан И Мой Завет На Теле Вашем Пусть Будет Вечное Установление И Кто Не Обрезан Всякий Мужеского Пола Между Вами Крайняя Плоть Которого Не Обрезана Восьмой День Душа Та Дай Истребиться Из Рода Вашего Ибо Она Нарушила Завет Мой И Господь Сказал Аврааму Сора Жена Твоя Не Будет Более Называться Сорою Но Сара Имя Ее И Я Благословлю Ее И Дам Тебе От Нее Сына Я Благословлю Его И Произведу От Него Народ И Цари Над Народами Произведут От Него И Авраам Пал На Лице Своё И Возрадовался И Сказал В Сердце Своём У Меня Ли И И Сара Девяносто Лет Родит Ли Сына И Авраам Сказал Господу Хотя Бо Измаил Остался Жив Пред Тобою И Господь Сказал Да Но И Сара Родит Тебе Сына И Ты Наречёшь Ему Имя И И Я Восстановлю Завет Мой С Ними Завет Мой Вечный И Сего Семени После Него И О Измаиле Я Услышал Тебя И Вот Я Благословлю И Умножу Его И Сделаю Его Весьма Многочисленным И Двенадцать Царей Произведёт Он И Я Произведу От Него Великий Народ Но Завет Мой Я Поставлю С И Саком Которого Родит Тебе Сара Около Сего Времени На Другой Год И После Того Как Он Кончил Говорить С Ним Господь Вошёл И Он Авраам Взял Своего Сына Измаила И Всех Своих Рождённых Дома Рабов И Купленных За Золото Весь Мужеский Пол Который Был В Его Доме И Обрезал Плот Их Членов И В этот День Был Обрезан Авраам И Люди Его Дома Были С Ним И Этот Закон Для Всех Родов В Век И Нельзя Изменять Дней Не Пропускать Одного Из Восьми Дней Ибо Это Вечное Благословение Утверждённое И Записанное На Небесных Скрижалях И Каждый Рождённый Крайняя Плоть Которого Не Обрезана До Восьмого Дня Не Принадлежит К Сынам Завета Который Господь Заключил С Авраамом Но К Сынам Погибели И Вот Он Не Имеет Знака На Себе Что Он Господен Он Предназначен К Погибели И Уничтожению И И Истреблению От земли Ибо Он Нарушил Завет Господа Нашего Бога Ибо Он Исвятил Израиля Чтобы Он Был Со Всеми Его Ангелами Лица И Со всеми Ангелами Прославления И Святыми Его Ангелами И Ты Повели Также Сынам Израиля Чтобы Они Хранили Знак Сего Завета В Своих Родах Как Вечное Установление Чтобы Не Быть Им Истребленными От земли Ибо Постановление Сие Утверждено Для Завета Чтобы Оно Соблюдалось Навсегда Между Всеми Сынами Израиля Ибо Измаила И Сыновей Его И Братьев И Исава Не Приблизил Господь И Не Избрал Их Но Сынов Авраама Познал Он И Избрал Израиля Чтобы Они Были Его Народом И Освятил Его И Собрал Его И Всех Сынов Человеческих Ибо Много Народов И Бесчисленные Люди И Все Продлежат Ему И Над всеми Он Поставил Духов Место Господа Чтобы Они Отвращали Их От Него Над Израилем же Он Никого Не Поставил Господом Ни Ангела Ни Духа Но Он Единый Их Владыка Он Охраняет Их И ведет Тяжбы Их Против Своих Ангелов И Своих Духов И Против Всего Если Они Будут Хранить Все Его Повеления То Он Благословит Их И Они Будут Его Сынами И Он Сказывай Тебе Что Сыны Израиля Будут Поступать Вопреки Этому Сыновлению Их Сыны Не Будут Обрезываться Согласно Всему Этому Закону Ибо На Плоте Своего Обрезания Они Не Будут Совершать Оного Обрезания Своих Сыновей И Они Все Сыны Велиара Будут Оставлять Своих Сыновей Не Обрезанными Как Они Родились И Гнев Господа На Детей Израиля Будет Велик Ибо Они Оставли Завет Его И Уклонились От Его Слова И Возбудили Его На Гнев И Восхулили Его И Не Сделали Сего Знака По Их Закону Но Оставли Свою Плот Не Обрезанную Подобно Язычникам Чтобы Быть Уничтоженными И И Истребленными Земли И Они Впредь Не Обретут Прощения И Помилования Чтобы Быть Прощенными И Помилованными Во всех Своих Грехах За Сие Отступление Вовек Глава 16 И В Новолуние Четвертого Месяца Явились Мы Аврааму При Дубе Мамврийском И Беседовали С ним И Мы Также Возвестили Ему Что У него Родится Сын От Жены Его Сары Тогда Сара Рассмеялась Ибо Она Слышала И Мы Заметили Ей Но Она Испугалась И Стала Отрицать Что Она Смеялась Над Нашими Словами И Мы Сказали Ей Имя Его Сына Как Определено И Написано Было На Небесных Скрижалях Именно Исаак И Когда Мы Возвратимся К ней В определенное Время Тогда Она Будет Беременной Сыном И В этот Месяц Господь Совершил Судно Содомом И Гоморою И Севаимом И Всею Страною Иорданскую И Сожег И Когнем И Серой И Предал И И И И Согласно Тому Как Мы Рассказывали Тебе О Всех Их Делах Что Они Были Гнусными И Весьма Греховными И Что Они Сквернялись И Блудодействовали И Делали Мерзость На Земле Согласно Сему Бог Совершил Суд В Гневе И Ярости За Нечистоту Содома Совершил Он Суд Над Содомом И Мы Спасли Лота Ибо Господь Вспомнил Об Аврааме И Вывел Его То Есть Лота Из Разрушения Но И Он И Дочери Его Совершили На Земле Грех Какого Не Было На Земле От Адама До Того Времени Ибо Муж Переспал Своей Дочерью И Вот Относительно Всего Этого Семени Определено И Начерпанно На Скрижалях Чтобы Уничтожить И Истребить Его И Совершить Суд Над Ним Как Над Содомом И Не Оставить Ему Семени На Земле Ко Дню Осуждения И В Этот Месяц Поднялся Авраам От Хеврона И Пошел И Жил Между Кадетом И Суром Колодезе И В Средине Шестого Месяца Господь Посетил Сару И Сотворил Ей Как Сказал И Она Сделалась Беременную И Она Родила Ему Сына В Третий Месяц В Средине Месяца Как Сказал Бог Авраам В Праздник Начатков Жатвы Родился И И Авраам Обрезал Своего Сына Восьмой День Он Первый Был Обрезан Согласно Завету Как Определено Навечно И В Шестой Год Четвертой Седьмины Пришли Мы К Авраам Клятванному Колодезю И Явились Ему Как Сказали Саре Что Придем К Ней И Она Сделалась Беременную Сыном И Мы Возвратились В Седьмой Месяц И Нашли Сару Беременную Пред Нами И Благословили Сару И Рассказали Саре Все Что Было Повелено Нам Относительно Него То есть Авраама Что Он Не Умрет Пока Не Родит Шесть Сыновей И Что Он Увидит Их Прежде Чем Умрет Но Что В Исааке Будет Наречено Имя Его И Семя И Что Все Семя Его Сыновей Будет Язычниками И Причтется К Язычникам Но Только Семя От Оно Будет Наследием Всевышнего И Все Его Семя Будет Между Теми Которые Почитают Бога Чтобы Быть Для Господа Драгоценным Украшением Пред Всеми Народами И Быть Царством И Народом Святым И Мы Прошли Наш Путь И Передали Саре Все Что Мы Сказали Ему То Аврааму И Они Оба Друг с Другом Были Великой Радости И Он Устроил Там Жертвенник Господу Который Спас Его И Веселил Его В Стране Его Странствования И Праздновал Торжество В этом Месяце В течение Семи Дней Близ Жертвенника Который Он Устроил При Клятвеном Колодезе И Устроил Кущи Для Себя И Своих Рабов К этому Празднику И Он Праздновал Этот Праздник Первый раз На земле В эти Семь Дней Он Приносил Каждодневно На жертвенники Господа Всесожжение Семь Волов Двух Молодых Козлов Двух Овнов Семь Овец Одного Козла В жертву За грех Чтобы Искупить Ею Себя И Своё Семя И В жертву Благодарение Семь Овнов Семь Молодых Козлов Семь Овец Семь Тельцов Вместе С Плодовою Жертвою И возлиянием Которые Относились К всему Над Всем Их Туком Он Воскурял Над Жертвеннике Избранное Всесожжение В приятное Благовоние Утром И вечером Он Воскурял Ладан И Халван И Стакти И Нард И Миру И Сенегал И Кост Все Эти Семь Веществ Он Приносил Истолченными Смешанными Между Собою По Равной Части И Очищенными И Он Праздновал Этот Праздник В течение Семи Дней Радуясь Своем Сердце И Всею Душою Он И Все Бывшие В Его Доме И Ни Одного Чужеземца Не Было С Ним И Ни Одного Незаконно Рожденного И Он Прославлял Своего Творца Который Создал Его В Его Роде И Он По Растение Праведности Для Будущих Родов И Что Равным Образом От Него Придет Святое Семя От Него Который Все Создал И Он Прославил Его И Нарек Имя Этому Празднику Праздник Господень И Радовался Радостью Которая Была Приятна Всемышнему Богу И Мы Благословили Его Вовек И Все Его Семя После Него На Все Роды Земли И Он Праздновал Тогда Этот Праздник По Свидетельству Небесных Скрижалей Посему На Небесных Скрижалях Определено Для Израиля Чтобы Они Праздновали Праздник Кущей В течение Семи Дней С радостью В седьмой Месяц Дабы Это Было Приятно Господу Вечный Закон Для Родов Их На Все Века И Годы И Не Для Сего В кущах И Полагали Венки На Свои Головы И Как Они Берут От Ручья Покрытую Листьями Ивовую Ветвь Так Брал Авраам Сережки От Пальмовых Ветвей И Хорошие Древесные Плоды И Обходил Каждый День С ветвями Вокруг Жертвника Семь Раз В день И Утром Он Восхвалял И Благодарил Бога Своего За Все С Радость To You